В индивидуальную программу социально-экономического развития Чувашии войдет и блок, связанный с туризмом. О том, как его развить и какие программы необходимо включить в документ, обсуждали в Доме правительства. Курирует разработку индивидуальной программы Чувашии генеральный директор Международного центра развития регионов Игорь Меломед. Он отметил, что сейчас важно решить, что конкретно мы делаем в направлении туризм. Какие объекты относятся к культуре, какие к медицине, какие к образованию. Именно от этого зависит финансирование проектов. Мы предлагаем выделить туризм санаторно-курортный, реабилитационный. Это по программе Минздрава. Это сделаем отдельным блоком. Событийный туризм. Мне кажется, тоже нужно включить в сердце Волги. Особенно выделили направление речной туризм. Здесь основная концепция – сделать чебоксары не просто местом, где причаливают теплоходы, а формировать туристические маршруты именно от нас. И второе, почему мы встречались с судовладельцами – это увеличить время стоянки теплоходов. То есть они к нам заезжали, два часа у них была стоянка, и люди выходили, или уезжали бы в Шкар-Алу, если долго теплоход стоял, и возвращались. Или ровно на два часа, а у нас даже инфраструктуры на территории речного порта нет, где они могли бы задержаться. Важно развивать туризм не только в столице Чувашии, но и по всей республике, чтобы каждый город и район притягивал путешественников. Особенно хотел бы отметить о том, что у нас находится музейный комплекс космонавтики в селе Шоршево, который находится буквально в 17 километрах от города Мариинский посад, от берега реки Волги. Есть еще и частные предприятия, скажем так, которые могут привлечь внимание туристов. Это Сбаты Жуковские, куда мы намереваемся построить сегодня дорогу. В Козловском районе вот уже 26 лет функционирует единственный в стране дом-музей Лобачевского. Здесь же и самая высокая смотровая точка республики – птичий полет. Что мы здесь планируем? В первую очередь, конечно, у нас идет просьба набережной города Козловка. Для этого в 19-м году у нас был, значит, на частные инвестиции у нас был построен новый ресторан на набережной реки Волгу с открытой площадкой. Дальше, в 19-м году мы на набережной Волгой отремонтировали по программе «Рассказ света» сквер, новые создали сатанов. Пока в основном говорили только о том, что уже сделано или реализуется в республике. Сейчас каждый район должен продумать, чем он может привлечь потенциальных туристов и представить план развития. Юлия Важенина, Юрий Марков, Республика. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова